Со следующего года в Казахстане вдвое увеличат производство масок. Планируется выпускать по 2 миллиона средств индивидуальной защиты в сутки. Об этом стало известно сегодня на заседании правительства, где сегодня также обсудили ситуацию с регистрацией лекарственных препаратов, поступающих на отечественный рынок. Мираль Жанова с подробностями. На сегодняшнем заседании правительства был представлен план по развитию фармацевтической и медицинской промышленности на ближайшие 5 лет. Согласно документам, в стране определяют перспективные направления по улучшению фарминдустрии. Начать планируется с увеличения производства масок, защитных костюмов и перчаток, а также выпуска медикаментов с использованием лекарственных трав. К первому кварталу 2021 года будет обеспечено увеличение производственных мощностей отечественных предприятий по одноразовым маскам в два раза с 1 до 2 миллионов штук в сутки. По защитным костюмам в два раза с 500 тысяч до миллиона штук в месяц. А также к концу текущего года по перчаткам с 330 до 530 тысяч пар в сутки. Речь на заседание зашла и о регистрации отечественных препаратов. Отныне для местных производителей медикаментов будет действовать ускоренная регистрация лекарств. В течение 70 дней вместо 7 тысяч сократят и срок оценки их качества до трех рабочих дней. 48% лекарственных средств по заболеванию COVID-19 производится отечественными товаропроизводителями, что с учетом эпидемиологической ситуации позволяет оперативно закрывать потребности регионов. За 10 лет продукция ОТП закуплена на сумму порядка 300 миллиардов тенге, а ее доля в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в натуральном выражении на сегодняшний день достигла порядка 70%. С местными фармкомпаниями государство заключит долгосрочные контракты сроком до 10 лет, сообщил министр здравоохранения. Это станет большим стимулом для развития местного производства медикаментов, считают в правительстве. За последние годы Минздрав подписал порядка 60 таких договоров на поставку 3600 наименований препаратов, добавил глава профильного ведомства. Фарминдустрию страны необходимо обеспечить качественными кадрами, отметил Алексей Цой. Высококвалифицированные специалисты должны отвечать всем международным требованиям. На сегодня фармацевтов готовят в более чем 40 колледжах и 8 вузах страны, сообщил глава ведомства.